Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Когда я весной высаживала демидов и говорила, что его можно вырастить по принципу посадил и забыл, многие думают, что это просто или выражение такое, оборот речи. Сейчас я покажу вам, что это обозначает на самом деле. И действительно, вот такие сорта, как демидов, можно вырастить, подойдя всего два раза. Один раз посадить и второй раз прийти собрать урожай. Вот сейчас он у меня поспевает, ну как я уже один раз оббирала. И хотя я занимаюсь сейчас уже заказами, считаю семена, времени нет, я не могла не показать вам, как вырастает демидов в диком, ну как дикоросом, когда его не подвязываешь, не посынкуешь, не полишь. Сейчас я покажу вам весь участок, вы сразу поймете, что сюда не ступала нога человека. Если у меня другие участки, есть там повышенного внимания, где теплица, где я все выпалываю, там посынкую, подвязываю, демидов там совсем в другом виде. Здесь он у меня валяется на полу. Я его как весной посадила, ой, сейчас осторожненько пройду, и я ни разу не подходила. Я намеренно ни разу не заходила ни на прополку, никуда. И по состоянию участка можно увидеть, что действительно этот участок никто не трогал. Я не полола его, я их не посынковала, не подвязывала. Видите, они валяются. Они вот так вот лежа и сформировали плоды и поспели. Сейчас покажу куст. Если в теплице я хожу, обрезаю с них нижние листики, то здесь я ничего не трогаю. И нижние листья, видите, как природой так заложено, что они уже не нужны ему нижние, они все засохли. Куст немножко, конечно, от обилия плодов, он падает на землю. Но, сейчас, подождите, подниму. Ну, при таком методе выращивания, как вам показать, то завернуть их, видите, плоды получаются почему-то более крупные, когда их вообще не трогаешь. Хотя это улица. Но я замечу, что демидов, он и предназначен для выращивания на улице. Вот демидов, который вырос диким способом. Ничего я с ним не делала. Не убирала листья. Видите, что листья, вот они. Не подвязывала. Даже этот участок не пропалывала. По состоянию участка, видите, что травой все заросшено. Видно, что это вот брошенный дикий участок. Все. Вот демидов. Как вы видите, несмотря на то, что у нас дожди, уже второй месяц льют, все знают, какая у нас была погода, был град, ураган. Почему-то его это не коснулось. Все плоды целы. Ну, нет, вообще-то есть. Вот, видите, град все-таки коснулся, но он не пробил кожицу. Сейчас они у меня поспевают. Я уже несколько отсюда один раз, ну, какое-то количество сняла, но потом вспомнила, что я хотела вам показать, как он вырастает. По принципу посадил и забыл. Вот брошенный мой демидов. Ну, вы видите, что урожай, конечно, хороший. Они лежали на земле все лето, ни одна не сгнила. Это значит, что он устойчивый к заболеванию. Тут давно бы уже и фитофтора должна была начаться у него, и все. Листья, которые засохли, они ничего страшного, они уже не нужны. Томаты висят и созревают, и причем томаты размер даже больше заявленного. Вот те я вешала было 100 грамм. Эти грамм 150, около 200, наверное, будут. Сейчас дальше пройдем. Так. Вот еще один кустик, сейчас покажу. Ой, вот еще один кустик. Вот видите, вот это демидов дикорос, который я бросила весной, воткнула и ушла. Поэтому, когда он меня спрашивает, как вы можете обслужить такое количество томатов, более тысячи штук, вот уже теперь поняли некоторые, что многие сорта я выращиваю, растут у меня они сами. Вот видите, какой хороший кустик аппетитный. О, алые такие шары. Хорошие прям. Вот ткнула градина, но он, однако, не загнил, вероятно, кожица толстая и устойчивая. И вот про тысячу томатов. Вы уже видели, что я показывала, что у меня растет ринет таким же образом, посадил и забыл. Дамский пальчик, потом сибирский пируэт, пальчиковые засолочные. Потом теперь вот демидов. У меня очень много сортов, которые я выращиваю по принципу посадил и забыл. Это позволяет мне высаживать более тысячу томатов и получать хороший урожай. Главное подобрать сорта. Вот сорт демидов, рекомендую всем, растет и в теплице хорошо, вы уже видели, и на улице хорошо, и без посынкования, без подвязки. Вот бедные, он валяется все лето, и все равно он дает прекрасный урожай. Он весь... Любой куст подними. Куст состоит из одних томатов, из одних плодов. Вообще ничего лишнего нет. Компактненький. 5-6 штук можно на один квадрат высаживать. Очень большая урожайность получается. Экономия места. Экономия времени и сил. Тем более в моем возрасте 100... Ой, тысячу томатов, конечно, я никогда бы не обслужила, если бы некоторые из них не выручали меня и не росли сами по себе. Вот, помогают хозяйки. Кто хочет более подробный, если недавно только зашел на страницу или увидел первый раз, более подробный видеообзор сорта демидов у меня есть ранее. Отматывайте назад. В теплице, когда я показывала, я говорила и про урожайность, и про методы выращивания, про все, про все, про все. Про вес. А вот это я просто финальное видео сняла. К тому видео, когда я весной говорила, что этот томат очень хорошо, прекрасно, также плодоносит. Его можно вырастить по принципу посадил и забыл. Вот про этот я действительно забыла весной. Сейчас пришла, так вот разгребла траву. Вот они, они, демидовцы. Все вызрели, все целые, ни одной гнилой. И какие красавицы. Прям алые, аппетитные, крупненькие. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Друзья не приглашаю, больше не разрешают мне принимать больше пяти тысяч. Просто заходите на страницу в Одноклассниках и смотрите. Набираете Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край, там все мои материалы о томатах, о разновидности томатов и о разных методах выращивания. Можно вырастить томаты, не затратив вообще нисколько времени и сил. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok